13.06 в Кирове. Это программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занькова. Своё особое мнение сегодня будет высказывать Валентин Пугачи, исполняющий обязанность директора Вятского государственного университета. Валентин Николаевич, добрый день. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У нас есть вопросы на сайте в количестве одна штука про национальную идею, которую обозначил Владимир Владимирович Путин. Я его сегодня обязательно возьму. У нас есть вопросы, которые подготовила я к сегодняшней программе. И у нас есть вопросы, которые я попросила вас принести. Это вопросы, которые приходят на сайт ВятГУ. Вам непосредственно они направлены по предстоящей реорганизации в свете объединения двух вузов в опорный вуз. Их огромное количество. Я несколько, может быть, один-два возьму и попрошу вас ответить, потому что людей действительно волнует, что будет происходить. И нам без конца все равно сейчас звонят. Я знаю, что вы какую-то общую окончательную информацию еще не давали, такую большую пресс-конференцию, где все расскажете. Но какие-то вещи, видимо, сегодня озвучены. В ближайшее время, я так понимаю, тоже будут озвучены. Давайте поговорим об образовании, в частности, тоже о судьбе вузов, но уже не о государственных, а частных. Потому что вот что интересно, буквально на днях была озвучена информация, что в результате проведенного рейтинга частных вузов 2015 специалисты сказали, что вузы частные показывают слабый результат. Так, из 168 российских вузов, негосударственных, 92 показали слабый результат. И об этом сообщил председатель Совета Ассоциаций Негосударственных Вузов России Владимир Зернов. Он говорит, возможно, стоит этим вузам задуматься о присоединении к более сильным... Своим коллегам. Своим коллегам в частных вузах. И это очень интересно. Мне совершенно непонятно, как можно рекомендовать владельцам одного частного бизнеса присоединиться к другому частному бизнесу. Валентин Николаевич. Ну, давайте по порядку. Вы затронули больную, болезненную такую тему, резонансную. Как относиться в стране, государству и обществу к такому явлению, как негосударственные высшие учебные заведения. Они... А что, он стоит теперь в такой вопросе? Не, ну... Как относиться к этому явлению? То есть не бизнесу, не образовательному учреждению, а явлению. Явлению. Ну, у нас в стране есть такое явление. С начала 90-х годов, когда произошла реформа советского высшего образования, впервые, и надолго, навсегда, наверное, в стране появились такой институт, как негосударственное высшее учебное заведение, которое в свое время стали создаваться и развивались. Все эти десятилетия, они изменили картину образовательного поля высшего образования в нашей стране. Они вступили в конкурентные отношения с государственными вузами, они стали работодателями для преподавателей, они стали, соответственно, учебными заведениями, где уже целое поколение наших граждан получили образование и так далее. Накоплена статистика, накоплен опыт, который позволяет сейчас просто посмотреть, что же в итоге получается. Я в бытности работы в Рособорнадзоре, руководителя управления лицензирования и кредитации, хорошо познакомился со спецификой такого вуза, во многих побывал, знаком с десятком, со многими ректорами из этого рейтинга, который сейчас, о котором сейчас речь, и, соответственно, у меня тоже есть свои впечатления, свое представление о том. Ну, сразу можно сказать, что вот эти негосударственные вузы, они в стране создавались разными людьми с разными целями. Кто-то это делал как энтузиаст своего дела, имея опыт работы в высшей школе советской и имея какое-то понимание, какую-то картину, а как это можно делать в новых условиях, экономических и других. Благо, были прекрасные примеры на Западе. Да, безусловно. Будем так говорить, что на Западе тоже примерно такая же ситуация. В разных странах она чуть-чуть меняется, но в целом можно сказать, что во всем мире есть системы государственных и негосударственных вузов. Успешно конкурируют. Да, но при этом надо сказать, что эти негосударственные вузы, они прошли более чем столетнюю историю эволюции своего развития. В результате чего, ну, такого эволюционного развития, возникали, расцветали, угасали и уходили в небытие какие-то вузы. А какие-то остались. Работал естественный отбор в конкурентной среде. И сейчас там представлены прекрасные, хорошие, успешные университеты, о которых мы знаем. О которых многие только мечтают. Есть средненькие, а есть слабенькие. Да. Там есть те, которые не выдерживают в современных условиях, и они там учредители их, или какие-то государственные органы, или какие-то межвузовские, какие-то объединения, ассоциации по аккредитации, по качеству и так далее. Ну, что бы мы там ни говорили, негосударственные, а именно частные вузы, сейчас и наши негосударственные вузы называются частными, на Западе это крупнейшие, знаменитейшие и наиболее уважаемые вузы. Есть и такие. Они выдержали конкурентную борьбу, как Вы сказали. Вы к чему ведете? Что наши негосударственные вузы, превратившиеся в частные, вот сейчас, ну, просто по регламенту мы так обозначим, они не выдержали 25-летней истории конкуренции с государственными вузами, и сейчас госвузы их бьют на всех фронтах. Нет, ну почему не выдержали? Они успешно конкурируют. Часть из них успешно конкурируют, демонстрируют хорошие результаты, демонстрируют хорошее качество подготовки и выполнение всяческих формальных и неформальных, качественных и количественных параметров. Но настало время почистить ряды. Нет, настало время посмотреть, а что же они из себя представляют, и потребителям, и обществу рассказать, что... Всю правду. Да, всю правду они. И вот какой-то срез мы с Вами сейчас можем наблюдать. Мы можем наблюдать. Вот я этот вопрос задавала в конце прошлого года, наверняка Вы знакомы с Владимиром Сергеевичем Сизовым, ректором Вятского социальной комиссии. Да, единственного в Кировской области негосударственного частного высшего учебного заявления. Да, который был в этой студии, и он мне сказал, что идет очень большой прессинг, я цитирую, у нас новость прямо выложена на сайте, идет очень большой прессинг, накат со стороны государства в лице Рособранадзора, Министерства образования, видимо, нацеленный на сокращение частных вузов. Тенденция, на мой взгляд, говорит Сизов, неправильная. Если у государства не хватает денег на содержание высшего образования, то ведь мы-то реализуем в точности те же программы, подготовленные точно таких же специалистов, не получая практически никаких денег от государства. Я когда прослеживаю все, что происходит за последний год-два в области высшего образования, и в частности вот сейчас эти заявления по частным вузам, у меня-то вот складывается впечатление, что как раз наоборот, зачищается поляна, извините за выражение, пространство под именно государственные вузы. То есть у меня есть ощущение, что сокращается вообще количество мест студенческих, высших учебных заведений. Ну понятно, логика понятна, жаль, что я не был... Давайте вы нас пригласите вдвоем. Обязательно. И мы бы с ним на эту тему устроили бы дискуссию, полемику, и я бы свои аргументы привел. Во-первых, что он говорит? Зачищает негосударственные вузы. А почему он не говорит, что зачищает государственные вузы? Точно такая же... Это я сказал, зачищает. Он сказал, что, видимо, есть на цели на сокращение частных вузов, но не политиками. Мне кажется, ситуация немножко по-другому развивается. Понятно, что он чувствует на себе. Наконец-то негосударственные вузы тоже почувствовали железную руку государства в лице контролирующих, регулирующих органов Министерства образования и науки, которые стали задавать вопросы, наконец-то. Они не задавали сильно эти вопросы в 90-е годы, не так сильно задавали эти вопросы в 2000-е, когда государство своими делами занималось, ну первостепенными. А сейчас, наконец-то, руки дошли и до высшего образования. То есть вы хотите сказать, что у вас-то давно эти меры. Государственные вузы на себе давно почувствовали пристальное внимание, желание разобраться, оценить качество работы, условия, в которых работают студенты, соблюдение государственных образовательных стандартов и всяких других историй. Государственные вузы живут уже долгие годы в таких условиях. И это приводит к тому, что какие-то из них оцениваются хорошо, какие-то плохо. Сейчас и правильно, что синхронно параллельно с этим идет процесс такого же, теми же методами измерения, оценки и контроля качества работы и всех основных параметров работы и в отношении негосударственных вузов. А вы считаете, Валентин Николаевич, что негосударственные или частные вузы, они все-таки имеют право на существование? Для чего? Чтобы сохранить конкурентную среду? Ну, смотрите, во-первых, сразу хочу сказать, что государственные вузы, они помимо основной своей... Сейчас скажу пару... Кроме основных своих бизнес-процессов, своих специфических в виде образовательных программ и научной деятельности, они еще занимаются многим чем другим. Потому что им вменило государство, местные, региональные, федеральные власти... Социальная роль. Очень много социальных ролей, которые какие-то финансируются, какие-то не финансируются. Но от нас все ждут. Воспитательные работы, патриотическое воспитание, защиты, создание комфортных условий, развитие студенческих инициатив и так далее. Мы все... Я об этом долго могу говорить. Мы все это делаем, просто потому что мы понимаем, что мы государственные вузы, и не все меряется деньгами, и не все можно четко прописать... Вот простой пример. Простой пример. Когда я задаю вопрос, например, Валентину Николаевичу Пугачу, ваши студенты и ваши преподаватели будут сдавать нормы ГТО? Вы говорите... Да. Да. Когда я задаю вопрос Сизову, будут ли ваши преподаватели и студенты сдавать нормы ГТО? Он говорит... Не знаю, скорее всего. По желанию. Не буду настаивать. Нет, но у нас тоже по желанию. И он имеет право такое... У нас тоже по желанию. Другой вопрос, что мы будем... Не-не-не, никакой визуалки не будет. Другой вопрос, что это будет... Ну, будем так говорить. Мы будем проводить системную работу. Да. Вы должны будете ее проводить в любом случае. Да, нам это рекомендовано. И, соответственно, мы... Ну, смотрите, лично мое мнение. Государственные вузы в большинстве своем, как мне кажется, это мое субъективное мнение, они все-таки создавались как бизнес-проекты. Да, с благими целями, да, с хорошими пожеланиями, с полезной государственной функцией образования, да, но они создавались как бизнес-проекты. А любой бизнес-проект, он имеет, ну, свои основные параметры. Себестоимость, рентабельность, финансовые результаты и так далее. Государственные вузы – это не бизнес. Это функция, которая там очень подробно, детально, широко описана в законе об образовании и всяческих других документах, концепциях развития и так далее. Давайте так скажем. Все-таки вы мне ответьте. Вам сейчас государственным вузам мешают частные вузы или нет? Нет. Не мешает. Дальше. Частные вузы могут давать образование такого же уровня, как государственные вузы? Могут. Могут. И должны стараться, стремиться к этому. И должно ли стать частных вузов меньше? Ну, вот этот вот процесс по реорганизации, присоединению, выметанию с рынка слабых вузов путем создания разных рынков? Плохих вузов, и государственных, и негосударственных, должно стать меньше, или они совсем должны уйти с этого поля. а должны остаться на этом поле качественные, вузы, которые гарантируют хорошую подготовку, это качественное научное исследование, что очень важно, и выполнение всех тех функций, многих, о которых я с вами говорил. Смогут ли государственные части, там, слабых, или часть негосударственных частных вузов удержаться и соответствовать этим требованиям? Те, кто смогут, те должны продолжить жить и в своем развитии, должны остаться. Те, кто не могут, не тянут. Ну, весь интернет, средства массовой информации последние годы нас Должны уйти, Валентина Николаевна. Нас информировали о том, сколько есть примеров шарашкиных контор, всяких профанаций и других дичайших примеров, когда, там, одно название высшее образование... И государство правильно делает, судя по вашим словам, что сейчас контролирует их жестче и сокручивает гайки. Да, да. Что наводит в этой сфере порядок. Я напоминаю, что вы слушаете особое мнение Валентина Пугача, исполняющего обязанности ректора Вятского государственного университета. Предлагаю сделать перерыв обсуждения образовательных тем и послушать аудиозапись. Я слышу. Захотелось ли вам, Валентин Николаевич, встать, когда вы услышали звук этого, не побоюсь сказать, этого слова гимна? Ну, это еще, наверное, не гимн, а в официальном статусе это музыкальное произведение. Честно говоря, нет. Скорее вызывает улыбку. Я еще раз напомню нашим слушателям, что путем голосования, которое проходило в интернете, администрация города определилась с гимном города Кирова. Это все к юбилею нашего любимого города делается. Напомню, что всего проголосовавших всего за гимн было 1200 человек. Для сравнения хочу сказать, что в недавно открывшемся Юркин парке за выходные бывает до 7 тысяч человек. Выборка не очень получилась. 1200, у нас полумиллионник, между прочим, город. Я уже поняла, что вам кажется, что вот это музыкальное произведение не очень тянет на гимн. Тогда скажите мне, не поторопились ли главы нашего города принять решение? Оно уже принято? Да. Оно уже принято, и теперь осталось сделать аранжировку, я так поняла, оркестровую, вокальную, и записать. Да, понял, понял. Всего было 3 произведения представлено. Ну, что могу сказать? Мне кажется, конечно, поторопились. Мне кажется, с такими вещами, как гимн, которые не меняются каждый год, как шлягеры на эстраде, нужно быть осторожнее, вдумчивее. Мы можем прожить без гимна, пока не найдем нужную нам песню? Особенно, пока не уберем нечищенные дороги, тротуары, и не решим другие проблемы с лезшего асфальта, который обнажился сейчас у нас после утепели. Вот сейчас точно слушать гимн в таких условиях не хочется. Никакой. Тем более, вот так и веселый. Понятно. Ну, все. В моем личном мире. Все. Больше нет по этому поводу никаких вопросов. Обращаясь к вопросу на сайте, который пришел от нашего слушателя. Он, Елена Борисовна, она, пишет, Путин определил нашу национальную идею, патриотизм. И напоминает нам слова Салтыкова Щедрина, который диагноз нам ставил уже давно, говорит Елена Борисовна. Слова следующие. Когда начинают часто говорить о патриотизме, значит, опять что-то украли. Что вы об этом думаете? Ну, кстати говоря, по поводу высказаний Владимира Владимировича и определения, наконец, национальной идеи, уже второй день все дебатируют и каждый абсолютно высказывается. Наш, ваш коллега по нашей студии, депутат законодательного собрания Михаил Курашин, он целый пост написал прямо вчера, где говорит следующее. Декларирование таких серьезных вопросов, как патриотизм, это национальная идея, вызывает недоумение. Вы знаете, что это... Ой, это не то, это я цитирую, извините, еще раз, комментатора с сайта. Что сказал Михаил Курашин попозже? Основная мысль какая? Он говорит, вот что, извините, Михаил говорит, по этому поводу он говорит, появится куча новых заявлений, программы, дискуссии о том, что патриотизм и есть национальная идея. Но такие разговоры лишь вновь дискредитируют оба этих понятия. Наверное, все, как и я, ждут от первого лица более конкретных решений в определении национальной идеи. Ну, смотрите, обсуждение в обществе, дискуссия, зачем мы живем, куда мы идем, что нас объединяет, какие у нас общие цели. Она полезна и правильна. И должны звучать разные мнения на эту тему. А какие это могут быть идеи? Что нас может объединить? Объединяет либо общая беда, либо общее понимание желаемой цели, к которой мы все готовы стремиться прилагать, какие-то усилия. А какие... Ну, здесь есть специфика нашей огромной необъятной страны. В отличие от небольших, европейских, мононациональных, как правило, государств, в отличие от стран третьего мира, мы имеем ряд специфических свойств. Мы очень большие, территориальные, мы очень многонациональные. Мы вообще федерации, федерации. Да, мы очень много конфессиональные, и вообще мы очень разные. И разные поколения имеют разные мировоззрения, разные группы, категории лиц, граждан имеют очень разные представления о жизни. Легче перечислить, чем мы отличаемся друг от друга, чем окончательно договориться, что же нас все-таки объединяет. Так вы сейчас к чему клоняете? Это я к чему объединяю, к чему я клоню? Я клоню к тому, что прекрасная идея сказать, что то, что точно бесспорно нас объединяет, это общая история, любовь к своей стране, что одним словом можно назвать патриотизм. Патриотизм это не то, что мы будем любому морду бить, кто будет плохо про Россию говорить, а патриотизм это любовь к своей стране и желание жить в ней и делать ее лучше. Делать ее лучше можно разными способами. Можно жаловаться на то, что все плохо, а можно строить планы на ее развитие и участвовать в их реализации. Владимир Николаевич, правильно я понимаю, что если это провозглашение национальной идеи патриотизма, то в нашей стране ничего не меняется? Нет, не правильно. Наоборот, я считаю, что если мы договоримся и согласимся, что... Что такое патриотизм? Я это понимаю, лично я это понимаю. Что за программа развития нашей страны патриотизма? Национальная идея, как мне казалось, которую так все искали в течение 25 лет, когда она была утрачена, мы же почему плакали? Советский Союз распался, мы утратили национальную идею, коммунистическую идеологию, когда мы, представляю себе, как это экономически выражается, как мы должны жить. И там лет 15 жили в ситуации, как там каждый сам за себя. При этом все были патриотами Советского Союза. Ну не все. Как и сейчас, не важно, тем не менее. У всех по-разному. Но, тем не менее. Мы несколько десятилетий последние жили, Как может слово патриотизм представлять себе экономическую программу? Я вам сейчас скажу, в Википедии написано, что патриотизм это нравственный политический принцип, социальное чувство, содержанием которого виляется любовь к отечеству и готовность пожертвовать своими частными интересами во благо интересов отечества. Вот если отталкиваться от этого определения, то вот мне любой чиновник или любой политик скажет, Света, ты ведешь свой эфир неправильно, твой эфир против... Да, потому что он противоречит интересам отечества, я представитель государства, отстаиваю интересы отечества, и я считаю, что ты не патриотична, и ты враг народа, иди из этой студии. Это будет его личное мнение. И это вопрос к вопросу, который задает вам Елена Борисовна на сайте, ссылаясь на Салтыкова-Щедрина, когда начинают часто говорить о патриотизме, значит опять что-то украли. Вот давайте проще вот разберем пример. Ведь вот это про разглашение патриотизма, это очень хорошее прикрытие такое для разного рода любителей чем-нибудь поживиться или себя показать и на кого-то надавить, говоря, что а вот ты-то не патриот. Ну, честно говоря, я такой причинно следственной связи вот в такой логике не вижу, что если патриот, то значит он за воровство. Вот вы тут как-то немножко перегибаете, перекручиваете с ног на голову. Просто понятие патриотизма, ведь Валентин Николаевич может быть у каждого свое. Вот я считаю, что не хотелось бы патриотизм, это слово любовь. Любовь и к своей родине, к своей стране, к своей земле, к своему городу, к своей улице, к своей семье. Это все любовь, это все составные части нашей... Любовь очень неопределенное такое слово. Непонятно, как нужно работать своими людьми. Каждый понимает по-своему. Соответственно, ну, не знаю, мы сейчас больше можем удариться в какие-то философские... Может, Владимир Владимирович просто устал от того, что от него все время требуют со всех сторон дайте нам национальную идею. Он просто устал и сказал, будьте патриотами, вот ваши национальные. можно быть. И работайте, идите работайте. идите работайте, занимайтесь своим делом и давайте все объединять наши усилия в целом на то, чтобы в нашей стране стало лучше. Вот я так это понимаю и это поддерживаю. Валентин Пугач в программе «Особое мнение» сейчас прервемся на короткую рекламу. Через две минуты будем снова в студии. Продолжается программа «Особое мнение» в студии Валентин Пугач, исполняющий обязанности директора Вятского государственного университета. Мы с Валентином Николаевичем говорили о патриотизме как национальной идее. Сейчас продолжим в течение минут трех еще тоже патриотизме по отношению к нашему городу. У нас вчера была большая программа «Разворот на бизнес», в которой мы разговаривали с чиновниками, с бизнесменами и с архитекторами о том, как наш город выглядит, какова его архитектура и какова его инфраструктура в свете предстоящей конференции на следующей неделе. Поэтому вопросом будет большая такая конференция. Голосование у нас было на сайте. Мы просили наших слушателей поставить оценку нашему городу от одного до пяти. Пятибалльная система. В целом городу? Нет. Инфраструктуре и архитектуре нашего города. 50 почти процентов и на сайте хакерова.ру и нашей группе ВКонтакте поставили тройку. У меня было такое ощущение, что двойку ставить как-то жалко город. А на четверку он точно не тянет. Да, не патриотично. Но остальные почти 50 процентов поставили все-таки два и кол. Буквально около четырех процентов ставили четверку, на пятерку никто не оценил город. О чем, как вы думаете, это говорит? Ну, я думаю, что если бы, например, такое анкетирование, такой опрос проводился, например, 9 мая или накануле или после него, когда город после всех субботников, приборочек, подкрасочек выглядел бы другим, чем сейчас, оценок было бы больше. Все-таки мы эмоционально... Мне кажется, что наши слушатели Валентин Николаевич более глубокие имеют размышления и представления о городе. Мы говорили конкретно инфраструктура и архитектура, а не чистота. Мы об этом два часа говорили, провели голосование во втором часе. Я согласен в целом с той оценкой, которая большинством участников вопроса, что, безусловно, в городе есть масса вопросов, которыми можно и нужно очень интенсивно в ближайшие годы заниматься. Тогда он станет лучше. Тогда он станет на четверочку. Кто виноват, что архитектура и инфраструктура города у нас на троечку и ниже? Или что является причиной? Много. Мне кажется, много. Нет одного человека или причины, на которой все покажем пальцем и скажем, вот он виноват, а то его, значит, вот из-за него у нас... Попробуйте сформулировать, кто или что. Почему? Мое мнение о том... А, исторически сложившаяся вся история связана с тем, что во все времена, и в советское время, и сейчас вопросу красоты, комфорта, благоустройства и инфраструктурной модернизации занимались не как сверхидеей. Так говорить, мягко. Во-вторых, те, кто этим вопросами должны были заниматься... А, именно? Ну, администрации, городские, мэрии, там они по-разному назывались в разное время, они этим занимались в условиях сильных дефицитов. Квалифицированных кадров, профессионалов, денег. То есть они виноваты не были? Дефицит был виноват? Нет. Ну, как бы, они не решили эту проблему. Не, ну, так, если говорить серьезно, то это вопрос эффективного менеджмента, если так жестко говоря. То есть чиновники все-таки виноваты? Они неэффективно работали? Ну, будем так говорить, не сделали все возможное. В тех условиях, в тех тяжелых условиях, в которых они находились. Можно было бы сделать лучше. А у нас когда-нибудь тяжелые условия закончатся? А то я что-то не верю, чтобы у нас изменилось. Всегда будут условия тяжелые, всегда будет не хватать денег, всегда будут неожиданно, там, зима наступать, или какие-то стихийные бедствия, всегда будут жить, мы будем, как бы хорошо, бы мы не сделали, сразу хочу сказать, мы все равно будем стремиться к лучшему. Хорошо, если условия у нас всегда тяжелые, то получается люди должны быть другие. Совершенно верно. Должны быть другие люди. Власти. Должны люди, избиратели, должны голосовать по-другому, за других кандидатов. Вот если они ставят городу троечку, и двоечку, и единичку, то они должны выразить это мнение на выборах. На выборах, конечно, у них есть инструмент. Да. А вот смотрите, последнее, в крайнем номере, в свежем номере газеты бизнес-новости в Кирове, есть большая статья, высотная экспансия, мы об этом говорили, опять же, пресловутый уже исторический центр, высотки, все прочее. Тут много можно выделять, это было в новостях, и у нас, и в бизнес-новостях, ну и Антона Касанова процитирую, всем известного автора проекта «Пешком повятки». Ситуация кажется достаточно странной и нелогичной. Пару месяцев назад Владимир Быков заявил, что пора заканчивать строить многоэтажки в историческом центре города. Подтверждаю, у нас есть новость, Владимир Васильевич приходил ко мне в студию и сам говорил, что нужно прекращать практику, когда через градостроительные советы застройщик получает разрешение на увеличение этажности и заверил, что в декабре будет принято такое решение. Вот. Далее мэрия провела общественные слушания где активно продвигала идеи запретить повышение этажности. Все говорят, ох, мэрия изменилась, это уж я от себя. Это была их идея. Та же самая Ирина Рубцова активно спорила с союзами архитекторов и застройщиками, пытаясь доказать правильность продвигаемой администрации инициативы. Все подумали, что случилось с Ириной Рубцовой? Надо же. Прошло два месяца и все те же люди, а именно Рубцова и Быков, занимают теперь ровно противоположную позицию. И уже говорят о том, что такое решение приведет якобы к негативным последствиям консервации исторического центра. Я уже добавляю к ветшанию исторического фонда, что сказала Рубцова, инвестиции сюда не пойдут опять для себя. Что-то какие-то странные метаморфозы. Я не понимаю, Валентин Николаевич, вам не кажется такой ситуации нелогичной? Кажется. А что происходит? Происходит лавирование между различными различными факторами, которые влияют на поведение наших городских руководителей. С одной стороны, есть жесткое, все более возрастающее общественное неприятие вот этим всем негативным процессом, которые происходили в последнее время. И невозможно не считаться с этим общественным давлением по поводу застройки всех историй. с другой стороны, есть ощущение, я предполагаю, что у этих же руководителей, у наших городских, есть другое давление со стороны бизнеса городского, строительного, лобби, других всяческих интересантов, которые хотят другого. Они хотят максимизации своих прибыли, отдачи от своих инвестиций, хотят реализовывать бизнес-проекты, которые, так как бизнес-проекты, они нацелены на другие главные цели. Жители хотят, чтобы было красиво, комфортно, бизнесмены хотят, чтобы прибыль была большая. А как Вы думаете, сейчас... Здесь нужны какие-то компромиссы. А администрация больше прогибается под строительные лобби или прогибается под требования граждан? Но какие в сухом остатке они решения принимают... Вот соль по внешнему виду нашего города. Мы с этого начали. а по действиям. Да, что мы видим в итоге? По тем домам, по тем историческим зданиям, которые есть вот в центре. Под кого больше работает администрация? Под чей запрос, так скажем? Вот Вы смотрите на наш исторический центр, Вы здесь ходите, живете, работаете. Я заложила, где Вы живете и работаете. В историческом центре. Судя по тому, как он выглядит, чьи интересы больше учитываю? Перевешиваю, сейчас скажем. Я думаю, что есть некое динамическое равновесие. Часть исторических зданий и структуры... То, что Вы сейчас видите, Вы считаете равновесным. Это я вижу борьба противоположностей таких. Кто побеждает в данный момент Валентин Николаевич? Вы меня дожимаете таким вопросами. Но судя по тому, что, конечно, появляются во многих местах, мягко говоря, неудачные решения, связанные с вот этими монстрами, которые появляются, то, конечно, что бизнес может быть не все, что хочет, но... Пока побеждает. Побеждает, да. Тогда Платерин Рубцова говорит, что не идет бизнес на то, чтобы там реставрировать исторические здания, им это неинтересно. Как это так? Не согласен с этим утверждением сразу. Я знаю бизнесменов, которые занимаются строительством, ремонтом, реконструкцией, девелопментом, будем так говорить. Есть массу очень красивых примеров, когда берут развалины, развалины, не помню сейчас эти точные адреса, но вот... Перекресток Казанская и Герцена, например, красиво очень сделали. Совершенно верно. Совершенно верно. Отличный пример. Когда берутся развалюхи и делаются из них такие классные конфетки, украшения... У кого ведь не волновалось, что там снесли все здание, только стену оставили, построили прекрасно... Сохранили исторический облик внутри выполнения всех современных требований по безопасности пожарным, санитарным и другим, но при этом получилось просто украшение места, где хочется фотографироваться. То есть при желании это делать можно. То есть есть, да, такой бизнес у нас, представители такого бизнеса. Другой вопрос, его надо находить, общаться, договариваться, создавать, поддерживать именно такого рода деятельность. Ведь могут же главы нашего города и чиновники. Ты хочешь развивать свой бизнес успешно? Поддержи город. Да, совершенно верно. В чьих интересах контактах? Инструменты, механизмы для этого есть. Долгое желание. Три минуты остается до завершения программы. Передо мной увесистая папка вопросов, которые присылают вам в связи с объединением вузов и превращением вузов в город. На сайте Вятского госуниверситета есть раздел реорганизации объединения. И там можно, во-первых, посмотреть свежие документы на эту тему, график, планы работ, и туда же можно направить сотрудникам обоих университетов, студентов обоих университетов, или просто их родителям, или жителям нашего города направлять вопросы. они сразу попадают мне, я на них смотрю, и с какой-то периодичностью либо в письменном виде, либо в виде вебинара, трансляции на сайте, я записываю видеоответы, и мы эти ролики размещаем. А, то есть вы регулярно отвечаете. Понятно. Будет ли какая-то большая пресс-конференция, итоговая, в конце концов, которая все расскажет о том, каким будет ВУЗ, когда он будет, что будет с кафедрами, что будет с преподавателями. Для не сотрудников, для общественности. Для общественности. Ну, конечно, будет, и она должна быть, и безусловно. А когда вы намечаете? Я думаю, что логично, учитывая, что ключевые, окончательные, такие самые глобальные, фундаментальные сдвиги и решения будут приняты в течение февраля, и по нашим планам до первого марта будет один большой опорный региональный университет юридический. То есть сейчас, в феврале? В феврале, в этом месяце. Вот сейчас, в ближайшие дни, недели будут происходить важные переводы сотрудников, подписания приказа, исключения из реестра юридических лиц гимнонитарного университета, объединения коллективов. Все это будет происходить юридически и организационно в феврале месяце. Наверное, логично, где к серединке или к концу марта, после того, как уляжется пыль, после всех этих сдвигов фундаментальных, логично, чтобы мы рассказали общественности, как все прошло. Может быть, чуть попозже, потому что организационные какие-то, впечатления от того, что там все ли хорошо, видно немножко, чуть-чуть со стороны. Потому что вдруг какие-то вопросы еще будут возникнуть. Если до 1 марта будет уже все оформлено юридически и будет назван опорный вуз, правильно я понимаю, что название уже есть? Я уже много раз отвечал на эту тему, что с юридической точки зрения вуз в результате объединения, присоединения, юридически это назвать, присоединения одного юридического лица. Вы можете сказать, что опорный вуз будет в ВИАДГУ? Пока да. В документах? В документах будет называться ВИАДский государственный университет. И до 1 марта будет известно, кто будет являться руководителем университета? Вот, будем так говорить, я буду говорить юридически. Я в настоящий момент исполняю обязанности и буду дальше исполнять обязанности ректора объединенного уже университета до тех пор, пока учредитель в лице Министерства образования и науки не примет решение о том, что пора бы из ИО назначить окончательный ректор. И они это должны сделать. Я думаю, что у министерства нет никаких сроков. Это прерогатива учредителя, и учредитель, скорее всего, просто внимательно наблюдая. То есть вы после 1 марта останетесь ИО ректора ВИАДГУ, опорного вуза, это будете и будете исполнять обязанности, пока вы либо не превратитесь в ректора, либо не придет кто-то другой и станет ректором. Формально говоря, да. Таким образом. Да, потому что мы обещали какие-то вопросы поднять, которые вам приходят, но их правда очень много, и лучше было сказать, где их можно почитать ответы на эти вопросы. На сайте ВИАДГУ. На сайте ВИАДГУ. Я благодарю Валентина Пугача, исполняющего обязанности ректора ВИАДГУ, Государственного Университета за его особое мнение. Валентина Николаевича, спасибо вам. Спасибо за интересный вопрос. До новых встреч. До свидания.